Всем привет, друзья! Вы на канале ДТВ и сегодня у нас на распаковочке PH-метр. Итак, давайте мы раскроем упаковочку. Вот такой у нас пришел PH-метр. Я его купил, по-моему, за 400 рублей для измерения кислотности воды. Челочная среда, либо кислотная. Значит, сразу говорю, что данный PH-метр у нас поставляется без батареек. Батарейки находятся у нас вот здесь. Покупайте обязательно, можете купить в фикс-прайсе вот такие батареечки, две штуки. Вот такая упаковочка в фикс-прайсе стоит 50 рублей. Ссылочку на PH-метр я вам выложу под видео. Итак, давайте посмотрим, что здесь у нас в комплекте. Итак, тестеры специальные. Значит, PH-6,86 кислотная среда и PH-9,18 кислотная 4. Вот щелочная, кислотная и нейтральная среда. И, соответственно, сам PH-метр. Итак, вот есть у нас инструкция, для чего вот эти три пакетика. Соответственно, это для калибровки PH-метра, который будет измерять нашу щелочную среду или кислотную среду воды, там, жидкости любой. Итак, смотрим, как нужно калибровать. Значит, первое, что мы делаем, наливаем воду в стаканчик, 150 миллилитров, берем сначала 6,86 в нейтральную среду, вот этот пакетик. Вот, опускаем, перемешиваем с водой, зажимаем на 5 секунд колл, кнопочка, которая у нас имеется на PH-метре. Вот он, колл. И, соответственно, у нас фиксируется нейтральное значение. Далее мы делаем то же самое с кислотной средой, а потом с щелочной. Итак, ребят, давайте сейчас я налью воды, и мы попробуем все это сделать. Поехали! Итак, друзья, мы будем сейчас калибровать наш PH-метр. Итак, начинаем. Значит, берем вот такой вот стакан, обязательно замеряем, что 50 миллилитров, берем 3 стакана, да, соответственно, 3 наших пакетика. Нейтральная среда, кислотная и щелочная. Итак, начинаем кровать и высыпаем наши стаканчики, соответственно. Так, это у нас нейтральная среда. Так, перемешиваем. Дальше берем кислотную среду, открываем, так же высыпаем мусорь. Так, давайте так же перемешаем. Так, и щелочная среда. 9-18. Так, так же сейчас перемешаем с вами. Обязательно 150 миллилитров, ребят. Вот, похоже, что-то возьмите, замерите. Так, вот у нас инструкция. Давайте начнем. Значит, PH-6-86. Так, ребят, нет, не 150 миллилитров, 250 миллилитров. Ладно, это не важно. Пусть будет 150 миллилитров. Так, давайте мы опускаем наш аппарат. Включаем его. И опускаем сюда 6-86. И давайте держим 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Вытаскиваем. Дальше. Так же. На 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Так. И давайте сюда щелочную среду уже. Сейчас он поднимется до 9-18. Давайте-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Все. 9-18. Видите? Итак, давайте теперь проверим, как он будет замерять у нас. Поехали. Здесь у нас 6-86. Да? Дальше. 4-0 должен быть. Ну. Вот. Хорошо. Видите? 4-0-1. Погреши с минимальными. И по 8-18 нужно быть. Ну. Тоже практически. Итак. Сейчас давайте мы его отключим. Сейчас я выливаю. Принесу здесь. Обычная вода из-под крана. Нефильтрованная. Апельсиновый сок. И молоко. Давайте-ка мы сейчас с вами проверим, где какая у нас кислотность. Какая среда у нас уже непосредственно здесь. И так. Проверяем обычную нашу воду из-под крана. 6,14. Ну. Это примерно нейтральная среда. Ближе к кислотной, да? Как бы среде. Ну. Вообще у нас, как говорится, 5,5 считается, да? Нейтральная среда. Но до 6,86, да? Где-то. Это нейтральная среда. Хотя нас вот в школе учили там, в институте, да? Что всё-таки всё, что выше 5,5, это уже щелочная среда идёт. Давайте посмотрим у сока. У сока идей должен более кислотный быть. Видите, да? Что мы пьём, ребята? 3,74. Кислотная среда. Очень причём серьёзная кислотная среда. Ну вот прям до желудка не очень хорошо. И давайте наше молочко проверим. Ближе к нейтральной среде. То есть более к щелочной даже, я бы сказал. Вот. Итак, ребят, мы вам рекомендуем данный PH-метр. Вот. Обязательно будет ссылочка на данный аппарат у нас под видео. Вот. Подписывайтесь на наш канал ДТВ. Мы, ещё раз говорю, рекомендуем. Вот. Спасибо вам большое за просмотр. И всем пока-пока, друзья.